Демоны Демоны – это злобная сверхъестественная сущность. Исторические верования в демонов появились из фольклора, истории, литературы, а также религии. Эти верования отражены в средствах массовой информации – кино, телевидение, видеоигры, литература и прочее. Вера в демонов, вероятно, восходит к эпохе Палеолита, проистекая из страха человечества перед неизвестным, странным и ужасающим. В древних религиях Ближнего Востока, включая ранний иудаизм и древнесредневековую христианскую демонологию, демон считается вредоносной духовной сущностью, которая может вызвать содержимость демонами, требующую экзорцизма. Большая часть европейской демонологии, оказавшая ключевое влияние на христианство и ислам, возникла из более поздней формы зоороастризма и была перенесена в иудаизм – персидскую эпоху. Демоны также могут считаться, а могут не считаться дьяволами. Приспешниками дьявола Во многих традициях демоны являются независимыми операторами, причем разные демоны вызывают разный вид зла, разрушительные природные явления, специфические болезни и т.д. В религиях, в которых главный дьявол, например, сатана, вовлечен в вечную борьбу с Богом, демоны также часто считаются подчиненными главного дьявола. Поскольку низшие духи выполняют работу дьявола, у них есть дополнительные обязанности – вызывать у людей греховные мысли и искушать людей совершать греховные поступки. Оригинальное древнегреческое слово «демон» не несло негативного подтекста, поскольку обозначало дух или божественную силу. Греческая концепция демона особенно часто встречается в философских работах Платона, где описывают божественное вдохновение Сократа. В христианстве морально-объяволентные демоны были заменены на силы зла, стремящиеся только к развращению. Такие демоны – это не греческие духи-посредники, а вреждебные сущности, уже известные в иранских верованиях. В западном эзотеризме и магии эпохи Возрождения, которые выросли из слияния греко-римской магии, европейской агады и христианской демонологии, демон считается духовной сущностью, которую можно вызвать и контролировать. Вера в демонов до сих пор остается важной частью современных религий и оккультных традиций. Демонов по-прежнему боятся в основном из-за их предполагаемой способности вселяться в живых существ. В современных западных эзотерических традициях демоны могут использоваться как метафор внутренних психологических процессов. Внутренние демоны. В Новом Завете демоны появляются 55 раз и 46 раз в связи с одержимостью демонами или экзорцизмом. В некоторых староанглийских переводах Библии, таких как версия короля Джеймса, в их словаре нет слова «демон», и они переводят его как «дьявол». Как противники Иисуса, демоны – это не морально-бивалентные духи, а зло. Причины страданий и смерти. Они не искусители, а причина боли, страданий и недугов, как физических, так и психических. Искушения предназначены только для дьявола. В отличие от духов и языческих верований, демоны не являются духами-посредниками, которые нужно приносить в жертву для омертворения божества. Одержимость также не демонстрирует и следа позитива. Вопреки некоторым языческим изображениям, существование демонов как должное. Многие ранние христиане, такие как Ириней и Устин Мученик, предполагали, что демоны были призраками нефилимов, известными в Писании. Из-за упоминаний сатаны как повелителя демонов и злых ангелов сатаны во всем Новом Завете, другие ученые отождествляли падших ангелов с демонами. Демоны, как полностью злые сущности, которые были рождены злыми, могут не соответствовать предполагаемому происхождению зла, свободной воли, которому учат альтернативные или противоположные теологии. По классическим преданиям, это бывшие ангелы, восставшие против Бога и несущие в мир людей тьму из преисподней. По легенде, один из светлых божьих ангелов по имени Люцифер, известный нам сейчас как Сатана, возгордился своим могуществом и вознамерился занять Господний престол. Он поднял на небесах мятеж и увлек за собой третью часть ангельского воинства. Против мятежников выступил архангел Михаил с верными Богу небесными ратями. В результате битвы восставшие ангелы во главе с Люцифером были сброшены с небес в преисподнюю и превратились в демонов, единственная цель которых отныне сеять зло. Демоны по местам их обитания. Эта классификация показывает, что не все демоны абсолютно злые и не обязательно все до единого обитают в аду. Огненные демоны обитают в эфире, области разреженного воздуха над луной. Воздушные демоны обитают в воздухе под луной. Земные демоны населяют землю. Водяные демоны живут в воде. Подземные демоны пребывают под землей. Лицефуги – светоненавистники, обитающие в глубинах ада. Классификация по занятиям демонов. Эту классификацию демонов предположил в 15 веке Альфонс де Спино. Парки – демоны женского пола, которые придут нити судьбы людей, животных и истории жизни на земле. Полтергейсты – мелкие демоны, интерес к которым вновь появился в прошлом и позапрошлом веке. Безобразничают, большой частью ночью, хотя были свидетели их дневной деятельности. Невидимые, но могут двигать и ронять предметы, издавать различные потусторонние звуки и пакосить различными методами. Инкубы и суккубы. Еще один известный вид демонов. Инкуб – демон мужского пола, суккуб женского. Демоны сексуальности, которые по рассказам приходят ночью искушать праведных людей. Они же приходят к магам и ведьмам и предаются с ними бесовской оргии. Служебные демоны. Служат ведьмам, магам и колдунам, выполняют их мелкие поручения. Демоны кошмарных снов. Эти демоны являются только в страшных ночных сновидениях. Они насылают кошмары и сами участвуют в них, пугая да икоты людей. Демоны-лгуны. Не имеют дискриминации по половому признаку. Могут являться людям, как в виде мужчины, так и женщины. Обманывают людей. Чистые демоны. Имеют аналог с демоном-искусителем, но являются только праведником и святым людям. Видимо, остальные считают недостойными внимания. Чины демонов. Первый чин. Это псевдобоги. Демоны, выдающие себя за богов. Таковыми являются языческие божества, а также все остальные, за исключением единого Господа. Ими повелевает демон Вильзевул. Второй чин. Демоны-лжи. Их задача обманывать людей с помощью пророчества и предсказаний. Они покровительствуют гадателям, экстрасенсам, прорицателям. Среди этих представителей демонической иерархии правителем является Пифон. Третий чин. Борцы с божьими законами и заповедями. Они изобрели все злое деяния, порочные виды занятий и искусств. Князем-демоном беззакония является Вилиал. Четвертый чин. Мстители и каратели. Они внушают мысли о мести и злодеяниям по отношению к другим людям, которые этого якобы заслужили. Повелевают мстящими демонами Асмадей. Пятый чин. Демоны-обманщики. Которые совращают людей псевдо-чудесами. Они способны представиться кем угодно, как обычным человеком, который обладает даром, так и посланником Бога, повелителем обманщиков, сатана. Шестой чин. Властвует над воздушной стихией, с помощью которой его представители наводят болезни и эпидемии на людей, а также стихийные бедствия. Руководителем шестого чина является Мерезин. Седьмой чин. Фурии. Которые разжигают войны и раздоры. Их влияние можно заметить в больших масштабах, когда речь идет о военных конфликтах или крупных городских столкновениях. Фурии влияют на людей по отдельности, заставляя их конфликтовать. Их правитель Абаддон. Восьмой чин. Обвинители и Саглядатай. Они наблюдают за людьми, замечая их малейшие грехи и греховные мысли. При этом данные представители нечистой силы никогда не упускают шанса сделать пакость. Обычно их влияние проявляется в ложных обвинениях, клевете, ссорах с коллегами и близкими из-за недопонимания. Весь компромат обвинители отдают своему повелителю Астароту. Девятый чин. Искусители, которые толкают человека в грех. Наибольшее наслаждение им доставляет превращение праведника в заядлого грешника. Чаще всего именно эти демоны являются людям. Их проще вызывать, но имейте в виду, что пользу от вашего общения получите не вы, а нечисть. Руководит ей Мамон. Существует еще одна классификация демонов, привязанная к Ангетской иерархии. До падения все демоны занимали в ней свои места. По средневековым записям, которые были получены во время изгнания демона Балберита из девушки по имени Мадлен, демоны после неизвержения в ад заняли места в новой темной иерархии, в соответствии с теми местами, которые занимали на небесах. Иными словами, падшие Херувимы среди демонов занимают такое же положение, как Херувимы на небесах. Что же такое одержимость? И как ее распознать? Одержимость демоном также известна как демоническая одержимость или демоническая атака. Это концепция, присутствующая в религиозных мистических верованиях, которая описывает состояние, когда демон предположительно завладевает телом или душой человека, контролируя его поведение и причиняя страдания. Верования в одержимость демоном встречаются в различных религиозных традициях, включая христианство, ислам, иудаизм и другие. Верующие считают, что демон может войти в человека и управлять его разумом, чувствами и действиями, ведя его к злым и саморазрушающим поступкам. Признаки демонической одержимости. Изменение личности. Человек проявляет странные непривычные черты, которые не характерны для его нормального поведения. Необъяснимое поведение. Пострадавший демонстрирует агрессивность, оскорбительное поведение или явно неадекватные реакции. Голоса и галлюцинации. Человек слышит голоса и видит образы, связанные с демонами или с окружающими его явлениями. Спонтанные языковые проявления. Пострадавший начинает говорить на неизвестных ему языках или произносить неизвестные фразы. Сверхъестественная сила. Человек обнаруживает необъяснимую силу или выносливость. Важно отметить, что подобные признаки могут быть результатом психических расстройств, неврологических проблем, медицинских состояний или других факторов, не связанных с демонической одержимостью. Врачи и психологи обычно рассматривают такие случаи с позицией медицины и психиатрии, проводя диагностику лечения соответствующих состояний. Исторические справки об одержимости и случаях экзорцизма. Средневековье и Ренессанс. В средние века, в период Ренессанса, вера в демонов была распространена в христианском мире. Были документированы случаи экзорцизма, когда священники и монахи пытались изгнать демонов из тех, кто, как они считали, страдал одержимостью. Салемские ведьмы. В 1692 году в Салеме, США, произошла массовая истерия, известная как Ведьмин суд. Множество людей были обвинены в колдовстве и одержимости демонами. В результате более 20 человек казнили. Экзорцизмы в католической церкви. Католическая церковь имеет долгую историю экзорцизма. Существуют документированные случаи, когда священники проводили обряды экзорцизма над одержимыми. Включая знаменитый случай Аннелизы Михель, который стал основой для фильма «Экзорцизм Эмили Роуз». Конечно же, хотелось бы сказать о том, как защититься от демонов. Но этого делать я не буду, потому что точного ответа не знаю. А прежде чем говорить о том, чего ты не знаешь, лучше вообще не говорить. Я слышал многое, начиная от различных трав, заканчивая рисованием различных символов и пентаграмм. Но я думаю, человек, нуждающийся в ответе на этот вопрос, сам найдет для себя правильный ответ. Ну а с вами, как всегда, был Александр Кошкин. Всем удачи. Всем пока.